Это нарушение персональных данных, потому что без разрешения, без нашего ведома опубликовать наши фото, видео, наше жилье, наши данные, паспортные данные, контактные данные закон запрещает. И принуждение, а тут налицо, что их принудили написать, кто их мать, кто их отец, их телефоны, номера, кто ответит за их безопасность. Это нарушение, а за нарушение персональных данных есть у нас ответственность, какой-то штраф, уголовный, в зависимости от степени тяжести. Понятное дело, ДКМБ сам на себя в дело не возбудит и, к сожалению, никого не привлекут к ответственности, тем более учитывая, что вопрос касается просекуции, и это как бы у нас в обществе отрицается и осуждается. Но на самом деле, к сожалению, мы знаем всю жизнь, эту деятельность крышевали, так скажем так, сами правоохранительные органы, сами же пользовались услугами этих девушек, и сами же понуждали, принуждали. К примеру, у меня был кейс в Хадамжае, когда я была омбудсменом, девушку несовершеннолетнюю, к сожалению, очень много случаев, когда несовершеннолетних вовлекают. Сами сотрудники органов внутренних дел, да, пользовались услугами, и соцслужбы никого не привлекали к ответственности. То есть это вина не подростка, а это вина взрослых людей, которые вовлекают, угрожают, обманывают различными путями, вовлекают в эту деятельность. Поэтому это однозначное нарушение прав как персональных данных, так и безопасности этих девушек, и нарушение неприкосновенности личной жизни, частной жизни, да. Сейчас ГКБ должны вот этих всех семейных девушек обеспечить безопасность, потому что у нас мы видим уровень насилия, агрессии среди мужчин, к сожалению, растет. Количество насилуемых и убиваемых со стороны мужчин, женщин тоже, да, растет. Если завтра к этим девушкам по их адресам, по их данным кто-то уснал, да, выстроится колонна из этих жаждущих удовольствий мужчин, которые будут говорить, а ты же все равно такая, давай, зачем не я? Кто обеспечит безопасность этих девушек? Ну, давай!